Представители авиакомпании Бекэйр одной из предположительных причин трагедии называли спутный след. Сотрудник компании заявил, что в день катастрофы взлетал другой, более тяжелый самолет. А от крыльев летящего самолета остается воздушное завихрение. Но сегодня Роман Скляр исключил эту версию. По его словам, ветер на полосе был устойчивый. Спутный след при данных условиях сместился влево от полосы и не мог повлиять на развитие особой ситуации. По словам чиновников, крылья разбившегося самолета не обработали специальной жидкостью. Причем команду давал погибший пилот самолета. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледнительной жидкостью тип 1. Крылья самолета не обрабатывались. Комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. При условии погоды в период с 24 часов 25 декабря прошлого года до 8 часов 27 декабря прошлого года. Основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна. И еще, по словам представителей авиакомпании БКР, все пассажиры и экипаж могли бы выжить, если бы не произошло столкновение со зданием. Тут Роман Скляр признал, что Акимат выдавал земельные участки вокруг аэропорта незаконно. В 2015-2019 годах должностные лица Акимата Толгарского района, злоупотребляя своими должностными полномочиями, выносили незаконные решения о предоставлении земельных участков в санитарно-защитной зоне аэропорта для ведения личного подсобного хозяйства, в том числе для возведения жилого строительства. Между тем, согласно санитарным правилам, в границах санитарно-защитной зоны не допускается размещать вновь строящуюся жилую застройку, вновь создаваемые и организующиеся садоводческие товарищества или индивидуальные дачные участки. Скляр также озвучил последние фразы пилотов судна, которыми они обменивались за несколько минут до крушения. Созданная после крушения комиссия, расследующая катастрофу, сообщила, что через 10 секунд после отрыва второй пилот пытался прекратить полет, уменьшив режим работы двигателей. Однако позже двигатели снова увеличили мощность, и взлет был продолжен, и пилоты убрали шасси. В 7 часов 20 минут 53 секунды начал развиваться правый крен воздушного судна, на что командир воздушного судна реагирует фразой «Что такое?». В 7 часов 20 минут 54 секунды второй пилот ответил «Не знаю, что такое, стабилизатор, тормози». Я опускаюсь здесь и далее ненормативную лексику. Одновременно с этой фразой наиболее вероятно, что второй пилот переводит рычаги управления двигателя на малый газ. В 7 часов 20 минут 57 секунд командир воздушного судна, реагируя на действия второго пилота, произносит фразу «Не нужно!». «Что ты делаешь?». При этом наиболее вероятно командир воздушного судна перемещает рычаги управления двигателем во взлетный режим, сопровождая эти действия фразой «Поехали!» Еще перед брифингом сотрудники СЦК предупредили, что вопросы не предусмотрены. После брифинга чиновники спешно удалились. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.